Давно искали того, кто переведет вам инструкцию бытовой техники из Германии и объяснит смысл песен «Рамштайн»? Не переживайте, мы знаем, где его найти. Я люблю немецкий и буду писать «Толлес диктат». Даниил, ученик седьмого класса, слушает песни «Рамштайн» и мечтает уехать в Германию. Поэтому он здесь, на диктанте по-немецкому, который читает сам носитель языка. «Толлес диктат» проходит по всей России уже в девятый раз с целью привлечения интереса к немецкому языку у взрослых и детей, а также укреплению связи между Германией и Россией. Каждый год количество участников увеличивается. В этом году приняло участие порядка 180 участников. Я считаю, что эта акция очень и очень полезна для развития немецкого языка и грамматических навыков. А для участников это прекрасная возможность погрузиться в немецкую литературу. На диктанте читали отрывок из романа Герхарта Завадского «Виаз Эйбс». Это история о жизни поволжских немцев, которая до недавнего времени была уничтожена. А восстановил ее профессор Гисенского университета, с которым сотрудничает КФУ. Так что если Даниил поступит в Институт филологии и межкультурной коммуникации, то сможет уехать на стажировку в Германии со второго курса. Да, мы об этом тоже рассказываем. Необходимо в Германии открыть уже счет. На мой взгляд, поездка в другую страну – это очень важное мероприятие, к которому нужно подходить осознанно. Поэтому, если есть некоторая неуверенность, мне кажется, лучше все-таки сначала накопить какой-то багаж, знание, умение, навыков, приобрести вот эту уверенность. И потом только заниматься организацией, участием в академических программах. Например, прийти на диктант, как Даниил, и еще 180 любителей немецкого языка. Ну, диктант мне очень понравился. Благодаря ему я узнал много нового о сибирских немцах. Также я смог потянуть и выучить некоторые слова. Результаты диктанта придут в марте. Даниил и другие участники акции получат сертификаты и разбор своих работ. Анастасия Васютина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.